Сегодняшний курс по книге Экклесианста будет состоять из 24 разных уроков. И мы таким образом представиться постарались, чтобы мы вместе с вами в совместном поиске ответов на те вопросы, которые задавал Экклесианст в своей книге, увидели, каким образом те истины, которые были изложены 3000 лет назад, конкретно применимы относительно каждого из нас. Как мы можем найти ответы на наши сегодняшние вопросы? Именно в этой книге, которая была написана почти 3000 лет назад. Итак, давайте мы сейчас начнем с такого вопроса. И начнем с такого рассуждения, с такого вопроса. Вообще, вспомните свою детскую мечту. Когда мы были маленькими, у нас у всех были какие-то мечты. Начиная от самых таких простых и кончая такими возвышенными. Ведь в детстве, кажется, вся жизнь впереди. И все те мечты, которые у нас были, которые мы надеялись, что они исполнятся. В детстве мы были уверены, что они точно исполнятся. Да, в детстве они настолько чисты, эти мечты, что мы не только надеялись, мы даже знали, что это будет именно так. Очень важно, чтобы вот это мы понимали. Если ребенок живет в состоянии мечты, мы помогаем ему выходить в жизнь и приобретать вот это понятие веры. Вот, может быть, про себя немножко рассказать. О чем я мечтала в детстве? Сейчас нам хотелось, чтобы каждый из вас поделился. Мы специально делали такое вступление, чтобы вы подумали. О своей мечте. Поделитесь, какая у вас была мечта? Ну, вот я мечтал быть космонавтом, слетать на Луну, быть самым сильным человеком на Земле, овладеть такими всеми единоборствами, чтобы, значит, никто меня побороть не мог. Мечтал о том, что мама с папой никогда ссориться не будут, потому что папа у меня был алкоголиком. Папа вернется в семью. Да, что папа вернется в семью и вместо водки будет всегда лимонад приносить. Вот такая у меня была мечта. И я буду на плечах у папы, мы пойдем на улицу, будем пить этот лимонад, и я буду выше всех его плеч на шее сидеть и смотреть свысока на всех, так сказать. У меня была мечта такая, что я стану учительницей. Сначала воспитательницей мечтала, потом учительницей. Потом я мечтала о прекрасном принце, что у меня будет обязательно принц. Мой это будет принц на белом коне. У меня была мечта путешествовать много. Я мечтала слетать к звездам. Знаете, вот моя мечта, я грезила звездами полететь куда-то туда, в эти миры. И еще у меня была такая, знаете, мечта. Я очень хотела, чтобы у меня дома была большая кукла-манекен. Вот я так сейчас помню, мы так с папой проходили мимо больших универмагов. Я говорила, папа, вот так мне хочется эту куклу. Какая кукла. Какая кукла. Он мне говорил, знаешь, знаете, когда мы будем богатыми, у тебя будет такая кукла. Вот я помню, вот это были такие мои основные детские мечты, с которыми, знаете, я прошла через все свое практически детство. Вот давайте поделимся с вами, вот Юрий, можете вот прям в двух предложениях сказать о своей мечте детской? Ну, я мечтал стать таким вот профессиональным футболистом. Это была моя мечта, мне казалось, вот на таком, на стадионе играть, вот команда, вот. Мне это очень нравилось, и у меня была такая мечта. И дают пас, и я забиваю гол. Да, вот с ребятами об этом разговаривали, мечтали об этом, вот когда-то это произойдет, случится. Замечательная мечта. Андрей, а у вас? Я как бы о профессии не мечтал, у меня не было такой мечты, но у меня была мечта быть нужным, быть нужным человеком. А еще огромная мечта, мне нужен был друг. Я понимал, что мне сейчас необходим друг для того, чтобы реализовать все мои жизненные перспективы жизни. И вот я искал все. Мечта о нужности и о друге. Да, о друге. Здорово. Людмила? У меня была мечта быть хорошим партнером, чтобы людей одевать красиво. У меня с детства это были навыки, чтобы шить ее. Ну, они потом не воплотились в жизнь. Пока мы, Людмила, воплотились. Была такая мечта, была мечта такая в детстве. Рая? Когда маленькая была, мне хотелось, как, ну, сейчас я пою в представлении, и мне хотелось где-то на сцене выступить, спеть. Ну, мне нравилось спеть. Ага. Так. Наташа. Ой. Я хотела собаку большую, черную, ровную, водолаза. И быть за психологом. И да, и в космос хотела полететь и поплавать во всех океанах. И домик в Альпах я хотела. Маленький и Нобелевского приема. И Нобелевского приема. Ну, так, ну, так. Шалей. Ну, да, то есть простенький сапогусом, да, замечательно. Андрей. Ой. Ну, я была мечта быть актером. Я с художественной деятельностью участвовал в школе. И уже такие планы были. Потом я был полным, мечтал всегда похудать и боролся. Все кормили. И еще одна мечта была – родиться в другой стране. Вот так. Интересно. Ага, Юрий. Ну, я мечтал быть пришествием. Пришествием, думаю, и написать книгу. А с вами пришествия. Так. Здорово. А, Светлана. Мне бы я мечтал, чтобы родители мои не ссорились, так, как они это часто делали. И чтобы наша семья была дружная и крепкая. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вообще, вот если мы будем так вот вспоминать, да, все такие мечты, такие светлые, возвышенные, там, путешествовать, узнать много нового. Помогать людям. Помогать людям, да, иметь близкого друга, человек, который тебя понимает, да. То есть что-то внести в кладезь человечества, да. И в окружении у тебя и родители будут дружные, и все будет так здорово. Вообще, Христос ведь не заряд говорит, будьте как дети, правда? Потому что тогда, в детстве, эти мечты чистые. Желают добра. Светлые, да. Да, желают добра. Желают добра не только себе, но вообще всем вокруг. И вот давайте сейчас обратимся к книге Экклесиаста и прочитаем, что же он говорит вообще о смысле жизни, да. И о наших мечтах. Прочитаем книгу Экклесиаста или проповедника, глава первая, первые 11 стихов. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Суета, сует, сказал Экклесиаст. Суета, сует, все суета. Что пользует человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце. И опять спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем. И опять возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением. Не наполнится ухослушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Такое вот пессимистичное. То есть мечтайте, не мечтайте. Добивайтесь, не добивайтесь. А все равно все это суета. Вообще, вот это слово суета, которое здесь семь раз. Ну вот во втором стихе оно повторяется пять раз. Представляете, одно предложение, которое состоит всего лишь навсего из семи слов. И пять из них суета. Интересно, да? Что такое суета? По-еврейски слово суета, вот на русский язык, оно переводится как выдох, порок. Вот этот, когда человек выдыхает на морозе, и вот этот порок, облачко, туман такой. Вот это называется суетой. Раз исчезает. Он появился и исчез. Вот это суета. То есть, представляете, вся наша мечта, вот этот самый порок. Если она реализовалась, вот этот самый порок или дыхание, который раз исчезла. Или не реализовалась. Точно такая же суета. Практически, видите, Аклисиас говорит, что все, что в этой жизни есть, оно как-то вот, все суета. И вот если так вот подумать, как-то очень пессимистично. Мечтали, мечтали, да начали с таких возвышенных предположений о том, какие у нас мечты. Оказывается, никому это не радо. А это тоже суета. Понимаете? Вот давайте вот сейчас немножко над эту тему тоже подумаем. Вот из тех детских мечтаний, какая мечта стала реальностью, а какая не стала. И если стала реальностью, эта реальность принесла радость или нет? Ну давайте вот начнем с вас. Наташа. Ну, почти стала. Зоопсихологом я не стала, правда. Я стала обычным психологом. То есть, одна из всех мечтаний воплотилась все-таки. Да, ну к звездам я тоже не полетела пока еще. Пока еще. Но океан видела, в море плавала. Домика в Альпах тоже пока нет. Ну, все может быть. Все может быть, да. А вот от того, что одна из мечтаний реализовалась, вот одна мечта реализовалась, вот радость получена, есть такое чувство, что хоть что-то я в жизни сделала? Что море увидело. Море увидело, океан, в море купалось. Ну, когда купаюсь, есть радость. Но вообще все как бы так вот, ну, произошло и произошло. Ну, хорошо, что это было, да? Ну, да. Татьяна, а у вас? Нет еще пока не осуществилось. Ничего пока не осуществилось. Так. Юрий. Юрий. Ну, что это наполовину? Наполовину осуществилось. Ты его написал ночью. А радость от этого как? Ну, по России, то есть по Союзу больше мы поедем. Я был спортсменом и немножко поедем. Ну, а сейчас вот этого радость испытываете? Что вот мечтал в детстве и поездил? В принципе, да. Есть такое ощущение. Да, Андрей. Ну, я и худал, и поправлялся. А когда худел, была радость, да? Поправлялся, расчарование. Это комплексы, это основная. Насчет того, что актером, ну, не получилось, да. Ну, сейчас я не помню. Я рад, что не получилось. Нужно был бы христианин, потому что в самой профессии бросить или перебраться в христианский и театр. А что еще? Я говорю, у меня еще в другой стране родились, но я родился в христианской стране. Угу, угу. И от этого радость есть в душе? Ну, от последнего, конечно. От последнего. Так, а Светлана? Ну, в общем, моя мечта в процессе. Я считаю, что у нас с мужем счастливая семья, но у родителей не так все прекрасно, но думаю, что все будет нормально. Ага. И от этого есть радость? Да. Ну, моя мечта стать профессиональным футболистом, она не стала реальностью, но от этого я, как бы, не разочаровался. В жизни нет разочарования. Нет, разочарования не произошло. Просто, когда вспоминаешь, что такая мечта была, может быть, от этого, ну, как бы, вот такая радость, скажем, бывает. И хорошо, что не стало, да? Да. Хорошо, что не стало. Ясно, Андрей. Ну, можно сказать, да, моя мечта исполнилась. Я нашел настоящего друга, Христа. У меня и так, помимо, много друзей христиан, я нужный человек. И, собственно, можно сказать, что вот те мечты, которые я питал в детстве, все их Господь осуществил в той или иной мере. И по-своему, и в большинстве я счастлив. То есть, вот смотрите, мы с вами практически, каждый, кто поделился, говорил об одном и том же, да? Что, в общем-то, какая-то мечта реализовалась, какая-то нет. И сейчас мы, вот как бы, с высоты сегодняшнего дня, мы понимаем, что то, что что-то не реализовалось, это нам же во благо, да? И опять же, вот мы понимаем, что не все мечты, которые реализовались, приносят нам счастье. Ну, такое внутреннее ощущение радости, да? Вот обратите внимание, там Иклисиас сказал такую фразу, что польза человеку? Вот там слово такая польза, обратите внимание, да? Ну, и тоже вот... Ну, я просто хочу сказать, польза и отвечает земная выгода. То есть, земная эта выгода, может быть, есть. А вообще, вот есть ли настоящая выгода в том, что человек вот чего-то в своей жизни достигает? Вообще, если мы посмотрим на Иклисиаста, о том, что он говорит, очень часто он эти слова употребляет. Что за выгода, что за польза под солнцем вот иметь то-то и то-то? Очень часто он эти слова употребляет под солнцем. То есть, именно в нашей земной жизни, как нам, вот действительно, польза нам от этого или нет, есть ли у нас от этого выгода? И вообще надо сказать, что все свои устремления, по крайней мере подавляющее большинство из них, мы как-то строим вот именно понятием пользы здесь, сейчас. Под Солнцем. От этого я пользу, выгоду имею или нет? И Клисиас конкретно говорит, никакой тебе пользы нет. То есть если мы будем мерить все наши достижения именно вот этой пользы под Солнцем, выгоды-то, пользы нам никакой нет. Вот я, допустим, ну да, космонавтом не стал, на Луну не слетал, единоборствами всеми не овладел, самым сильным не являюсь. По крайней мере не ощущаю себя таким. Ну самым умным, наверное, все-таки ума набрался, но все равно там и кандидатскую защитил, и два образования получил. Но все равно вот это вот ощущение, что мне еще много, надо чего узнать, такое несовершенство в этом мире, что мне многого не хватает. Это нормальное ощущение, я считаю? Хуже, если мы считаем, что все знаем? Наверное, так оно и должно быть, в принципе-то, да? И вот это вот все понятие под Солнцем, насколько это действительно полезно для меня или полезно для окружающих людей? Выгода, если мы меряем этим понятием под Солнцем? То есть, понимаете, вот сейчас я уже понимаю, что, скажем, вот я стала учителем, но выгода и польза меня не от того, что я достигла там своей мечты, там стала учителем, потом психологом, а то, что вот я смогла в своей профессии реализовать выгоду, выгоду небесного царства. То есть, я смогла вот своим ученикам показать, ну... Свою веру. Свою веру. Да, за принца я выслала замуж, хотя только через почти 15 лет я поняла, что моя мечта о принце реализовалась в моем, собственно, муже. Я это поняла не сразу, а только через 15 лет, понимаете? Но я понимаю, что не это меня радует, а то, что вот сумеем ли мы вот действительно создать... Да, то есть, вот даже наши отношения в семье, они важны не столько, насколько мы сможем друг друга удовлетворить потребности. Это суета. Потому что это суета. Это вообще полностью суета. Удовлетворение наших потребностей. А самая главная цель нашего брака – это как мы отражаем образ Бога. Действительно ли можем мы людям показать этот счастливый гармоничный образ, великолепный образ, любящий? И вы знаете, что самое интересное? Вот наши мечты, они похожи на мечтания многих-многих людей. Жить в хорошем доме – это нормальное желание, да? Какое еще мы с вами сказали? Путешествовать. Путешествовать. Иметь хорошую семью. Вы знаете, это все замечательно. Но смотрите, что Клисиаст говорит. Очень важно понимать, какими мерками мы меряем эти свои достижения. Мерками пользы под солнцем, земной жизни, или все-таки реалиями небесного царства. Тем более, что Клисиаст говорит, что глаз не насытится зрением, а око не насытится слушанием. То есть получается, живи-неживи, познавай-непознавай, приобретай-неприобретай, все равно не насытишься. Тогда, понимаете, можно впасть в такую крайность. Но тогда, может быть, и рыпаться не надо. Вообще, к чему тогда, к чему-то стремиться? Вообще, надо мечтать? И вообще, нужно к чему-то стремиться. Да. Может быть, не надо? Как вы думаете? Понимаете, какая интересная вещь. Вот говорят, если бы люди не мечтали, они бы не вышли в открытый космос. Ну, с одной стороны, замечательно, что мы вышли в открытый космос. Но, знаете, вот тот восторг, который испытал человечество по поводу первого космонавта, он однозначен тому же самому восторгу, который испытал человечество, когда открыли Америку. То есть, для того, чтобы человечество испытало восторг, совсем как бы не обязательно какие-то вот такие вот достижения. Когда ученые рукоплескали из-за того, что наконец-то изобрели и смогли построить атомную бомбу, наверняка этот восторг у этих ученых был не меньше, чем... Или не больше. Или не больше, чем у китайцев, которые за много тысяч лет назад до этого изобрели порох. Правда? Или динамит. Понимаете? То есть, в общем-то, если мерить вот этими вот мерками под Солнцем, смысла действительно ни в чем нет. Потому что, чего бы люди не достигали, им все равно всегда мало. Око не насыщается зрением, да, а ухо не насыщается слушанием. Ну, тогда зачем это делать? Грустно. Грустно. И что самое интересное, многие делают такой вывод. А может, тогда и учиться не надо? Достаточно теологического образования. Раз мы мыслим реальными небесными, ну, давайте тогда только вот в библейской школе учиться, в университете библейской, недостаточно. Вы слышали когда-нибудь такие вот высказывания? Слышу. Слышали. Причем достаточно часто говорят. Но согласитесь, что даже если человек стремится только к теологическому образованию, то еще совсем не значит, что он живет реальными небесного царства. Если, например, он получает это образование для того, чтобы занять пост пастора, руководить церковью, да, какие-то такие земные, такие приниженные, скажем, амбиции у него. Да, то есть, понимаете, то есть само по себе вот это вот мечтание о чем не говорит. Намного может сказать то, что действительно у человека внутри. Вот о чем нужно говорить. И, вы знаете, вот мы хотим зачитать несколько высказываний людей, известных людей. Вот Григорий Перельман, 41 год, ученый математикой. Этот человек выдвинут на получение премии в 1 миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. А, кстати, в этом курсе мы вам расскажем, что это за гипотеза. Перельман отказался получать медаль и заявил, что и миллион ему тоже не нужен. А живет он на окраине Санкт-Петербурга в малогабаритной квартире со своей мамой. Он уволился с института Стеклова, где работал старшим научным сотрудником. И сейчас занимается такой творительной деятельностью. И просто чистой наукой, как говорят. Не наукой ради денег, а чистой наукой. Или, например, Петр Мамонтов. Человек, который сыграл главную роль в фильме «Остров». 56 лет, музыкант, актер. В начале 80-х годов он создал группу «Звуки Му». Слышали? С которой прославился, играл в театре имени Станиславского. Но 12 лет назад уехал в деревню Ревякино. И вот что он говорит. Я в деревне живу, потому что в провинции чище, чем в столице. Тут видно, как люди встают с колен. У них просыпается вкус к жизни. Они пашут землю, разводят скот. Нравится людям быть хозяевами своей земли, своего участка. А в больших городах, где на катом шаду реклама в глаза лезет. Ценится совсем не то, что должно цениться. Богатство, слава, самые большие два греха. Вроде живем в телевизионном православном обществе, а у всех на глазах. Уступи соблазну. Да не борись, а уступи. Мы слишком забегали, засуетились. И нам кажется, что мы живем. Бежим на работу, с работы, что-то делаем. Сделал дело, значит могу вечером чуть-чуть, 150 граммов пропустить. Какую работу он сделал? Беспечность поразительная. А здесь, в деревне, остаешься вечером, один на один с собой. Перед тобой каждый вечер на столе такой пассиансик раскладывается. Ты кто? Что ты сделал? Вот здесь сделал дрянь. Вот здесь ты обидел человека. А вот здесь бескорыстно помог. Молодец. Ну и так далее. А ради чего ты еще живешь? Чтобы брюхо свое набить? Просто живи, будь самодостаточен и развивай свою собственную личность. Это слова Петра Мамонтова. И еще хотелось прочитать слова Татьяны Агафоновой. 44 года, актриса, она снималась в Интердевочке, одиноким представляете, общежитие. Ну и такая маленькая, такая полненькая. И вот она пишет, вела на ТВ, передачу аптека, а потом уехала из Москвы. И не в какую-нибудь случайную деревню, а на родину предков. Дом, в котором я сейчас живу, принадлежал моему деду. Однажды, приехав в деревню, деда и бабушки уже не было в живых, а в моей актерской карьере случился перерыв. Я увидела, как тяжело здесь живут люди, как гибнет деревня, где нет работы, где разваливается колхоз. И мне захотелось людям помочь. Ведь я этих людей знаю с детства. И я хотела им помочь всем, чем могу, идеями, связями, силами. И вот сейчас я председатель колхоза. Жить тяжело, но интересно. Вы понимаете, конечно, вы поймите нас, мы не призываем всех вот сейчас уезжать. Бросить все и уехать в деревню. В деревню, да. Конечно, нет. Но факт тот, что неважно, где мы живем, неважно, какой мы пост занимаем. Вот если мы мыслим категориями под солнцем, это все суета. И можно жить в деревне, можно быть вот не великой актрисой, а председателем колхоза или дояркой, и мыслить при этом другими категориями. И тогда жизнь действительно приобретает иной смысл. Или иметь мечты стать председателем колхоза, но мы свои мечты соизмеряем с под солнцем. Своими мечтаниями под солнцем. То есть, какие у нас устремления? Куда мы направляем вектор своего устремления? Пользы под солнцем или все-таки небесными реалями? Понимаете, вот дети, когда мы себя вспоминаем в детстве, мы понимаем, что мы тогда где-то внутренними ощущениями понимали, к чему надо стремиться. Вот эта вот каждая наша светлая мечта, она стремилась вот именно к вектору добра и счастья, она куда-то вверх шла. Но потом мы вот, как вот говорится, осуетились, и вроде бы та же самая мечта, но приобрела иной вектор. Какой-то вот вирус попадает в людей, да, и этот вектор меняется. И помните фильм «Алые паруса»? Там Ассоль едет на телеге с угольщиком. И угольщик говорит, что я мечтаю тоже по-твоему, что ли? Как я уже такой старый угольщик грязный, занимаюсь вот этой работой грязной. Что, и я мечтаю? Она говорит, что она ему ответила? Кто помнит? О чем ты мечтаешь? Конечно, говорит, и ты мечтаешь. Говорит, да не может быть, и о чем же я могу мечтать-то? Она говорит, а ты мечтаешь, что однажды ты увидишь, как эти угли расцвели, и вдруг покрылись цветами, и они преобразились красками. Не только черный уголь стал, а разноцветный, красивый, прекрасный. И он сказал, что человек не может не мечтать, потому что он человек. Но здесь опять нам нужно помнить, что ему говорит Экклесиаст. Будьте как дети. Что значит? Вектор. Это не Экклесиаст сказал. Будьте как дети. А, да, это сказал Иисус Христос, да. Экклесиаст как раз нам говорит о том, что вектор должен быть направлен не под Солнце, а туда, в реалии Небесного Царства. И вот сейчас, давайте, вот будет такое время для размышления. Итак, первый вопрос. Какую область своей жизни вы воспринимаете слишком серьезно? Подумайте. Вот сейчас у нас будет время перерыва. Подумайте над этим вопросом. Что уж слишком серьезно вы воспринимаете? А какую область вы недооцениваете? Именно с точки зрения небесных реалий, подумайте. Мы не говорим о пользе здесь, сейчас. А вот действительно ли наше образование сможет прославить Небесного Царства? Может быть мы слишком серьезно воспринимаем эти вещи? А может быть наоборот недооцениваем? И следующий вопрос. Для чего и ради чего вы трудитесь вообще? Для чего вы сейчас здесь сидите вообще? Ради чего? Вот вы придете домой, будет там какая-то вас работа ждет. Ради чего вы будете эту работу делать? Вот постарайтесь вот как бы вот на эту, на всю свою деятельность посмотреть с этой точки зрения. Ну и последний вопрос. Если вдруг сегодня вас не станет, ну не дай бог, конечно, такое произойдет. Но вдруг что напомнит людям о вас? Как будут вас вспоминать? Вы прям шире посмотрите. Ваши дети, родственники. Супруг, супруга. Люди в церкви, коллеги по работе. Может быть вот студенты, сидящие здесь вот в этой аудитории. Что напомнить людям о вас? Вот такие четыре вопроса. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok